Так, вопрос. По мотивам митингов в Башкирии были отключены ряд оппозиционных каналов Телеги. Хочется прояснить, какое влияние имеет российская власть на Телегу и Дурова лично. Я не верю, что он служит Кремлю, но хочется выяснить, насколько он управляем российской властью. Дуров не управляем российской властью. На сегодняшний день достаточно независимый человек, достаточно сказать, что его вклад в свободу, свободного общения нас с вами посредством нашего Телеграм-канала, я считаю, что просто неоценим. Он создал прекрасный мессенджер, который не управляется российскими властями, на сегодняшний день является в целом независимой структурой. То, что у российских властей есть некоторые возможности влиять на Телеграм, на Ютуб, на другие мессенджеры, некоторые возможности не глобальны. Эти возможности используются в экстренных случаях и не везде, не везде может уследить и администрация Телеграм и администрация Ютуб. Я уже говорил, что довольно большие, довольно большие организации. И для того, чтобы уследить за, скажем так, всем без исключения, ну, наверное, надо привлекать большие ресурсы и с большим вниманием следить за тем, что делается. Тем не менее, тем не менее, влияние, еще раз повторяю, российского руководства на возможности Телеграма и Ютуба, их реализацию, реализацию чаяний российского руководства в Телеграме и в Ютубе, еще в ряде мессенджеров, ну, не глобальны. И еще раз повторяю, они используются лишь в крайних случаях, ну, по крайней мере, в тех случаях, которые российские власти считают крайними. Не злоупотребляют, откровенно не злоупотребляют. Временами защищают информацию, это правда. Временами эта информация опять всплывает, когда администрации Телеграм, Ютуб или других мессенджеров обращают на это внимание. Но, тем не менее, тем не менее, за всем уследить не могут. Так, вопрос. Лукашенко и Кадыров получали деньги от Путина. Теперь, когда он мертв, кто-то будет продолжать их спонсировать? Конечно, нынешняя российская власть будет соблюдать текущий статус. И, по крайней мере, до каких-то перипетий, которые позволят либо им, российским новым властям, прочностать на ноги для того, чтобы диктовать какие-то свои условия, либо когда будут происходить большие перемены. Вопрос. Жирнов выскала Гордону версию, что для того, чтобы отмазать Путина от ГАГи, специально распространяются слухи, что Путин умер и вместо него двойник. И что мне теперь, в чем состоит вопрос? В том, что это глупость? Ну, я считаю, что Сергей просто троллит, точно не зная кого, то ли Гордона, то ли вас, уважаемые зрители и слушатели. Я думаю, что это он просто шутит. Для того, чтобы задавать вопрос относительно того, кто что сказал, пожалуйста, уважаемые зрители и слушатели, анализируйте, анализируйте, подумайте немножко дальше, чем сформулированный вами вопрос. Вернее, попытайтесь себе на него ответить. Что значит отмазываем от ГАГи? Каким образом? Хотя бы механизм отмазки давайте с вами проговорим. В чем он состоит? В том, что Путин якобы жив и что? После того, как удастся, да, ну, теми или иным способами, даже сейчас не буду прогнозировать, какими именно, без разницы, теми или иным способами удастся свергнуть режим, придут к власти демократические силы и что? Не отдадут Путина в ГАГу почему? Ну, вот, если в теории, в теории, да, которые развивают многие наши оппоненты, ну, либо партнеры развивают теорию о том, что Путин жив. И что, почему? Что является причиной не отдавать его в ГАГу? Ну, если он теоретически жив, по мнению этих людей, что будет служить причиной? То, что мы сказали, что он мертв? Какая глупость, какая глупость. Ну, во-первых, он действительно мертв. Вот, хотите перетащить труп Путина в ГАГу? Пожалуйста. Если, по мнению авторов этих слов, Путин жив, что помешает его отвезти в ГАГу? Ну, скажут, ну, наболтали ерунду. Вот, Путин жив, мы его везем в ГАГу. Что может помешать? Объясните мне. Вот, я не понимаю. В чем отмазка? Скажут, это двойники не повезут его в ГАГу. На двойнике там клейма ставить негде. Он уже наворотил дел не хуже, чем Путин, вернее, не лучше. И достоин, скажем так, порицания с точки зрения закона уже на сегодняшний день не меньше, чем сам Путин. Ведь он возглавляет на сегодняшний день тот режим, который является по своей сути преступным, террористическим. Который по своей сути является душегубским. Но ведь он же стоит сейчас во главе этого режима. Что он не достоин ГАГи? Пожалуйста. В чем вопрос? Я немного не понимаю. Там совсем уже, зайдя в какие-то дебри, теоретически, что Путин жив, находится где-то, а вместо него двойники. И он в реальности не умер. Ну, так найдете Путина. В таком случае, если уже совсем вдаваться в эти безумные дебри, ну, и отправьте в ГАГу. В чем отмазка, я не понимаю. Ну, глупость какая-то. Так, вы хотели сказать, как погиб Алексей Второй. Пока не время? Пока не время. Пока не время. Помните, как-то Путин обещал мочить с артирой. Так вот, Алексея Второго замочили в сартире. Без преувеличения. В прямом смысле этого слова. Он некоторое время не хотел умирать, но пришлось исполнителям приложить немало усилий для того, чтобы его добить. Это пока все, что можно сказать. Когда-нибудь, конечно, расскажем. Не то, что когда-нибудь в скором времени, расскажем полную историю. Я думаю, что многих заинтересует. Что вы можете сказать по поводу слезной просьбы Михалкова закрыть Ютуб? Как же это насекомое достало всех советских времен? Неиссякаемая семейка. Вы знаете, несмотря на то, что человек является законченным негодяем на сегодняшний день, тем не менее, его творчество я бы не стал хаять огульно. У него были неплохие фильмы. Он довольно талантливый режиссер был. Под конец, конечно, подыстрепался малость. Куда-то его талант бесследно исчез, вероятно, с той гнилью, которая есть внутри, которая опаскудила все его дальнейшие планы и его видение ситуации. На сегодняшний день, еще раз повторяю, законченный негодяй. Действительно обратился к российскому руководству в лице покойного президента России Владимира Путина с просьбой закрыть Ютуб. Если бы на его просьбы как-то озирались или что-то предпринимали, ну, можно было бы это обсуждать. Так как на сегодняшний день этот человек противен нынешнему российскому руководству в лице Патрушева. Примерно так, как и нам с вами. Он считает его слезняком, считает мерзостью. И абсолютно заслуженно здесь в какой-то мере мы сходимся в этих мыслях. Но, тем не менее, никто не будет слушать Михалкова. А, возможно, просьба Михалкова еще и повлияет на то, что в положительном плане, на то, что Патрушев отложит свое решение по блокировке, в том числе Ютуба. Ну, не будет же он плясать под дудку Михалкова, правда ведь? Чтобы потом Михалков мог всем хвастаться, что благодаря ему якобы закрыли Ютуб. Понятно, что он может это делать в любом случае, но, тем не менее. О письме Михалкова известно. И плясать под дудку Михалкова, еще раз повторяю, Патрушева, естественно, скорее всего. Так, добрый день, Виктор Михалкович. Насколько эффективно отключение мессенджеров из соцсетей для создания информационного вакуума и нарушения, извините, координации народа, особенно в случае массовых протестов? Что посоветуете оперативно, чтобы оперативно быть в курсе? Что касается эффективности. Ну, считается, что довольно эффективно. Видите, были отключены Инстаграм, Фейсбук и действительно большая часть, ну, видите, это правда, большая часть посетителей Инстаграма и Фейсбук откололась от этих ресурсов и сейчас не пользуются. Ну, что можно сказать? Довольно-таки эффективно, довольно-таки эффективно. Тем не менее, для координации, будет ли нанесен катастрофический удар, я сомневаюсь. Для координации протеста, для координации народа в случае народа. Народа, наверное, громко сказано, ну, по крайней мере, активной части. Активной части гражданского общества. Я думаю, что это не проблема. Я думаю, что это не проблема. Для, как акт устрашения и как галочка в плане того, что что-то сделано, если что-то сделано более-менее эффективно, ведь эффективность будет измеряться в количестве пользователей, ну, наверное, можно будет признать, что это было более-менее эффективно. То, что касается эффективности в плане координации, я сомневаюсь, что это будет действительно эффективно. Так, вы говорили, что посоветовали, чтобы оперативно быть в курсе. VPN, VPN-сервисы. Сейчас VPN-сервисы не так мало и распространены. Я думаю, что использование вам поможет. Вы говорили, что крах режима начнется с раздора элит. А если его не будет? Допустим, кто-то начал бузить, а потом этот кто-то случайно выпадет из окна, в итоге другим уроком ГКЧП снова умеет. Вы знаете, если кто-то из ГКЧП случайно выпадет из окна, ГКЧП перестанет существовать щелчком пальца. ГКЧП, мы имеем в виду то самое Политбюро 2.0, которое сейчас сформировалось. Я уверен, что любое действие в ту или иную сторону против того или иного, вернее, члена ГКЧП будет расценено остальными как нарушение договоренности. Это нарушение договоренности моментально приведет к тектоническим движениям внутри этого самого ГКЧП или Политбюро, как угодно. Нет, раздора элит будет. Непримиримые. Непримиримые позиции у этих людей. Непримиримые. Причем по самым актуальным вопросам, которые необходимо решать уже в ближайшие 2-3-4 месяца дальше тянуть невозможно. И вот при возможностях решения этого вопроса там компромиссов быть не может в априори. Соответствует действительность информации, что при пожаре на складе Marketplace в Альберис в Шушарах никто не погиб. Нет, там несколько человек погибло. Если мне память не изменя, последние данные говорили о трех погибших. Правдивы ли слухи о том, что подлинные владельцы в Альберисе это банк ВТБ или Мишустин, а Татьяна Бакальчук выступает лишь в роли прокладки. Татьяна Бакальчук не выступает в роли прокладки, а является действительным владельцем. Тем не менее, те коррупционные схемы, которые присосались к деятельности этой организации говорят о том, что и люди в правительстве, и люди в силовых структурах получают в руководстве, получают свои дивиденды от существования этого предприятия. Рассматривается ли маркетплейс Вальберис в качестве одного из объектов планированного Патрушевым национализацией? Да, в частности, да. Вопрос. Поддержите лайком, уважаемый Виктор Михайлович. Можете ли вы объяснить, догадываться ли Дмитрия Патрушева, что ближайшие продовольственные кризисы могут сыграть с ним очень злую шутку? И хочет ли он соскочить? Я думаю, что он скорее хочет вскочить, не соскочить, а наоборот, вскочить на подножку того самого поезда, который унесет его в руководство страны, имеется в виду президента, и этим избежать ответственности, взвалив его на кого-то другого. Вопрос. Уважаемый генерал, что там Узбекистану не угодил, что хотят сделать? Чем Узбекистану не угодил? Ну, золотые купола всегда кому-то черный глаз слепят. Ну, вот, прекрасно развивается страна на сегодняшний день, замечательные показатели. Негоже считают в российском руководстве такое развитие у ближайших соседей, даже имеется в виду не ближайшие соседи, имеется в виду страны республики бывшего Советского Союза, которые развиваются лучше, чем могло бы предполагать, могло бы предполагать российское руководство. Это, конечно, это, конечно, не устраивает. Не устраивает. Будут делать провокации. По крайней мере, пытаться. Мы обязательно сообщим о подготовке и что именно готовиться. он может, 됐 Words from the B懂. который появился. Арбали